Мы с вами частично знакомы с некоторым функционалом ядра. Оно отвечает за таймшеринг, управление процессами, их приоритетами и тому подобное. Также управление памятью, даже виртуальная память, слоп и все что с этим связано. Но и из недавнего отвечает за проверку прав на файлы, каким пользователям, каким файлам есть доступ. Это далеко не все, что мы будем разбирать по мере изучения, но пока давайте разберем, что из себя представляет ядро и что администратору с ним делать. Для начала, ядро это программа. В отличие от большинства программ, оно лежит в директории boot и называется vmlinus. Почему оно лежит здесь и что это за другие файлы, это касается вопроса загрузки операционной системы, что мы будем разбирать в другой раз. Как вы видите, тут несколько файлов с названием vmlinus и они отличаются версиями. Когда мы обновили систему, у нас появилась новая версия ядра, но старая не удалилась. На случай, если с новым ядром будут проблемы, всегда можно загрузиться со старого. Версию ядра, которую мы сейчас используем, можно увидеть с помощью команды uname-r. Давайте посмотрим, сколько же весит ядро. Для этого воспользуемся утилитой do, которая показывает размеры файлов, с ключом hash, которую отображает не в килобайтах, а в более удобном для чтения виде. Как видите, ядро весит почти 8 мегабайт. На самом деле, буква z в конце vmlinus говорит о том, что ядро сжато, то есть фактически оно весит чуть больше. Возможно, вы знаете, ядро linux используется везде. Android-смартфоны, коих больше трех миллиардов, работают на linux. Огромное количество сетевого оборудования, серверов, всяких медиабоксов, умных телевизоров, холодильников, машин и даже бортовые компьютеры SpaceX. Все это работает на linux. Это огромное количество разнообразного оборудования, которое должно поддерживать ядро. Поэтому в разработке ядра участвуют тысячи крупнейших компаний и специалистов. И все ради 8 мегабайтного файла? Конечно, нет. В этом файле только основной функционал, необходимый для работы. Работа с памятью, управление процессами и тому подобное. Когда же ядру нужен дополнительный функционал, допустим, чтобы работать с сетевым оборудованием, видеокартой или другим оборудованием, ядро обращается к специальным файлам, называемым модулями. В модулях хранится код, необходимый для работы с оборудованием или программный функционал. Допустим, драйвер для видеокарты или программа для шифрования. Обычно это происходит незаметно для пользователя. Вы вставили флешку, а ядро загрузило модуль для работы с USB флешками, также модуль для работы с файловой системой на этой флешке. На других операционных системах это может работать по-другому. Есть различные архитектуры ядер операционных систем. У linux архитектура модульная, то есть какой-то функционал вынесен в модуле и подгружается по необходимости. Также linux называют монолитным, потому что все, что делает ядро, происходит в рамках одной программы. А правильнее сказать, все части ядра работают в одном адресном пространстве. Помните, мы обсуждали, что это такое, когда говорили о процессах. Но так как у linux огромный функционал, который бессмысленно держать одновременно в памяти, поэтому функционал вынесен в модуле, за счет чего ускоряется работа ядра. Так вот, модули ядра хранятся в директории lib-modules, где есть директории для каждой версии установленного ядра. Зайдем в директорию текущего ядра и посмотрим файл modules.alias. Тут перечислено, для каких устройств какие модули грузить в ядро. В отличие от windows, где вы ставите систему, а потом доустанавливаете драйвера, в linux большинство драйверов уже предустановлено в виде модулей, благодаря тому, что производители оборудования сотрудничают с разработчиками ядра и предоставляют открытый исходный код драйверов на оборудование. Но, естественно, далеко не все производители предоставляют исходный код своих драйверов, из-за чего что-то может не работать из коробки. Зачастую это касается драйверов на Wi-Fi. Иногда, допустим, в случае с драйверами на видеокарте nvidia находятся энтузиасты, которые с помощью реверс инжиниринга создают свободные драйвера. То есть берут драйвер с закрытым исходным кодом, изучают его с помощью специальных программ и методик и стараются воссоздать этот драйвер. Для видеокарт nvidia таким образом создан драйвер nuva. Зачастую это работает, естественно, без каких-либо гарантий, потому что драйвер написан не самим производителем. При этом сам производитель, тот же nvidia, также предоставляет свой драйвер в виде модуля, но уже с закрытым исходным кодом, то есть проприетарный. Поэтому он не бывает включен в ядро по умолчанию, из-за чего нужно самому до установить этот модуль. К примеру, после установки CentOS на VirtualBox мы с вами установили гостевые дополнения VirtualBox вручную. Именно потому, что они не под лицензией GPL, хотя сам VirtualBox имеет открытый исходный код с лицензией GPL. Все это к тому, что если вы поставили Linux и у вас что-то не работает, допустим Wi-Fi, то, скорее всего, производитель Wi-Fi адаптера не открыл исходный код своих драйверов. И вам придется искать нужный драйвер на сайте производителя, либо гуглить. Однако, некоторые юзер-френдли дистрибутивы, допустим Ubuntu, делают это за вас. После того, как вы установите Ubuntu, система найдет нужные проприетарные драйвера и предложит вам их установить, что удобно для новичков. Возвращаясь к нашему файлу, во втором столбике у нас перечислены идентификаторы оборудования, так называемые Hardware ID. Возьмем для примера Radeon. Это видеокарта от AMD. Чтобы было удобнее, откроем сайт devicehunt.com, где мы можем увидеть информацию о вендорах и оборудовании. Так вот, если ядро видит, что к PCI шине подключено устройство, у которого вендор ID 1002, а девайс ID 99A4, то ядро знает, что для этого устройства нужен модуль с названием Radeon. Тут могут быть еще версии какого-то оборудования, классы и подклассы, но нам сейчас это не особо важно. Если вам интересно, что означают все эти обозначения, ссылка в описании. Сам этот файл не статичный, он генерируется от информации из самих модулей. Чтобы увидеть информацию о каком-нибудь модуле, можно использовать команду mod-info. Допустим, mod-info Radeon. Тут мы видим расположение и имя файла, причем у всех модулей расширения .co. Ну и xz в конце означает, что модуль в сжатом виде. Также тут лицензия, автор, описание. Чуть ниже у нас алиасы. Собственно, на основе этого и генерируется файл, который мы смотрели. Ну и еще ниже параметры. Функционал оборудования на уровне драйвера. Допустим, аудио. Будет ли у нас видеокарта работать со звуком через тот же HDMI? Так вот, недавно мы узнали о виртуальной файловой системе ProcFS, через которую ядро нам показывает информацию о процессах. А для структурированной информации об устройствах и драйверах есть виртуальная файловая система TISFS, доступная в директории .sys. И хотя тут куча файлов, через которые можно увидеть очень много разной информации, сидеть и копаться во всех этих файлах не всегда удобно. И есть утилиты, которые показывают эту же информацию в более компактном и простом виде. Например, LS-CPU показывает информацию о процессоре. LS-PCI показывает информацию об устройствах, подключенных к PCI-шине. LS-USB – устройства, подключенные к USB. Для более подробной информации вы можете использовать LSHW, а из графических утилит есть, например, HardInfo. Чтобы видеть, что происходит в ядре при запуске системы или сейчас, например, вы вставили флешку и хотите понять, видит ли её система или нет, вы можете использовать утилиту DMSC. Запустили команду, вставили флешку или любое другое устройство, и если всё нормально, вы увидите, как ядро распознает устройство. Но, как видите, у меня тут WebBox клиент постоянно сыпет ошибки. Вроде как это какой-то баг с гостевыми дополнениями VirtualBox. Как видите, DMSC показал мне проблему. Я могу погуглить её и решить. Ядро, при виде какого-нибудь оборудования или при необходимости работы с каким-нибудь программным функционалом, загружает модуль автоматически. И хотя работать с этим вам придётся не так часто, вы должны иметь представление, как это работает и как это менять. Например, может быть требование, чтобы система игнорировала флешки, хотя по умолчанию вы вставили флешку и она работает. Итак, для управления модулями в ядре используется утилита ModProp. Допустим, если хотим загрузить модуль Radeon, пишем sudo modprop radeon. Увидеть сможем с помощью утилиты lsmod, которая показывает загруженные модули. Одни модули могут работать с другими и сами могут использоваться какими-то процессами. Например, чтобы выгрузить модуль из ядра, можно использовать тот же ModProp с ключом R. Этот модуль не использовался, поэтому мне получилось с лёгкостью его выгрузить. Но есть модуль, допустим WebBox Quest, который используется и убрать его с помощью ModProp не получится. Предварительно нужно избавиться от процессов, которые используют этот модуль. Например, чтобы выгрузить драйвер видеокарты, вам предварительно понадобится завершить все приложения, которые используют графический интерфейс. В том числе сам графический интерфейс. Так вот, возвращаясь к теме про автоматическую загрузку модулей. В системе есть программа, называемая UDEV. Именно она отвечает за управление устройствами. И когда ядро видит новые устройства, оно создаёт событие, которое отслеживает UDEV. У UDEV есть большое количество правил, которые оно применяет при виде того или иного события. Например, UDEV видит в событии, что в USB подключено устройство, которое говорит, что оно является накопителем. Но и у UDEV есть правило, которое говорит, что если видишь такое устройство, создать для него специальный файл в директории DEV с таким названием, допустим, SDEV. Этот файл ядро связывает с драйвером, работающим с оборудованием. Таким образом, флешка становится файлом, благодаря чему мы через этот файл можем взаимодействовать с устройством. Точно также можно в UDEV прописать, чтобы при виде USB устройства для него передавался специальный параметр, который бы запрещал устройству что-либо делать. Углубляться в UDEV мы пока не будем. Для начала хватит понимания, зачем он вообще нужен. Некоторые модули можно скомпилировать в ядро. Тогда отпадает необходимость загружать модули из файлов, но это увеличивает размер ядра. Такие модули называются встроенными, и их список можно увидеть в файле modules built-in. А те модули, которые загружаются при необходимости, и которые можно теоретически выгрузить, называются загружаемыми. Встроенные же модули выгрузить из ядра не получится. Иногда может понадобиться, чтобы загружаемые модули загружались всегда при включении компьютера. Для этого нужно создать файл в директории etc.modules.lo.d с .conf в конце имени. Допустим, radon.conf, где вписываем название модуля, которое мы хотели бы загружать в ядро при включении. И теперь, после перезагрузки, этот модуль загрузится. Если же нам нужно, чтобы какой-то определенный модуль не загружался при включении, или загружался с определенными параметрами, теми параметрами, которые мы видели с mod.info, то для этого нужно создать файл в директории etc.mod.prop, тоже заканчивающийся на .conf. Тут у нас уже есть какие-то закомментированные примеры. Чуть подробнее об этом можно почитать на ArchWiki. Надеюсь, у вас сложилось представление, что же есть ядро. Это далеко не весь функционал ядра. Я его и не смогу полностью рассмотреть. Но теперь вы немного знаете про само ядро, про его модули, про драйвера и устройства, в том числе udev, который позволит вам более гибко настраивать работу системы с устройствами, и директорию dev, где у нас специальные файлы, с помощью которых мы сможем работать с различным оборудованием. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите в комментариях, я постараюсь на них ответить. Продолжение следует... Продолжение следует...